Эта тема стала особенно актуальной после нашумевшей трагедии в Саратове, где погибла 9-летняя девочка. Каждый день она ходила в школу среди старых гаражей, но однажды не вернулась. Мы прошли с ребятами по тропинке от Дмитровской поликлиники Комсомольской улицы, где находится средняя школа номер 2. Здесь, на месте снесенных деревянных зданий, обнаружился открытый люк. Рядом с колодцем на пустыре и другие опасные места, образовавшиеся после расчистки территории от деревьев и старых домов. Впрочем, местные жители утверждают, что одним из любимых мест подростков является заброшенная территория бывшей воинской части на Чекистской улице. Раньше там располагался 4-й отдельный автомобильный полк управления тыла Министерства обороны. Сейчас территория пустует и охраны нет. Команды дежурные. Здравствуйте. Здравствуйте. А это Дмитровское телевидение. Дальше слушаю. Мы с школьниками проводим расследование по поводу опасных мест в городе. Скажите, пожалуйста, у вас на территории воинской части есть опасные места, где лазают дети? У меня про воинскую часть нет информации. Извините, пожалуйста, на территории военкомата лазают дети где-нибудь, нет? В районе где-то гаражей, возможно. А вы как-то их оттуда выгоняете или нет? Да, приходится иногда через забор. Всеми правдами и неправдами на эту территорию пробираются любители экстрима. Особенно популярен среди незваных посетителей руфинг – лазание по крышам. Их не останавливает даже опасность такого спорта. Хотя несколько лет назад, совсем недалеко отсюда, в Мельчевке, трагически погиб молодой паркурщик из Москвы, сорвавшись с заброшенного здания торфабрикетного завода. Юный житель города Андрей Тарасенко часто ходит мимо территории бывшей воинской части и не раз наблюдал, как здесь лазают подростки. Вместе с ним и с блогерами мы находим несколько лазеек. Где ты живешь здесь рядом, да? Да, на Чешкидской. Это опасные места или нет? Да, считаю, это опасные места. А что может быть там опасного? Нападут бездомные люди. А в городе есть какие-то еще опасные места, типа незакрытых люков на дороге? Да, рядом с моей школой в городе. Рядом с твоей школой, с первой школой есть что? Да, люк, не открытый, а полностью, наполовину открытый. Это внизу есть немного подкоп, и там дыра, в которую может попасть кошка или человек. Казалось бы, в центре города дела обстоят иначе. Здесь ровные тротуары, выложенные плиткой и никаких заброшек. Но и тут школьники должны быть внимательны. Оживленное движение на дорогах, отсутствие парковок приводит к транспортной неразберихе. Мы пришли разными дорогами к школам. Там детей подстерегают много разных опасностей. Такие как гаражные лабиринты, люки и нерегулируемые дорожные переходы. Нужно предупреждать родителей, чтобы они приглядывали за детьми и не ходили такими опасными дорогами. Насколько безопасным будет путь вашего ребенка в школу и обратно, это во многом зависит от нас с вами. Студия телевидения «Вечерний Дмитров» и «Школа блогеров» продолжают свое расследование.